Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как можно управлять телевизором с помощью телефона. То есть мы будем использовать не пульт, а телефон в качестве пульта. К примеру, у меня на телефоне есть приложение Mi Pult. И оно может управлять телевизором с помощью инфракрасного порта. Вот он. И у вас тоже, для того чтобы управлять телевизором, должен быть и инфракрасный порт, и собственно приложение. Здесь вы нажимаете добавить, выбираете телевизор, но для этого у вас должен быть включен интернет, чтобы оно смогло найти модели. Дальше прописываете свою модель, ну марку телевизора у меня Supra. Вот. Дальше выбираете, выбираете вот свой телевизор Supra. После чего, ну у меня уже добавлено, естественно. После чего открываете его, этот пульт. И все, можете управлять телевизором. Вот кнопка «Включить». Нужно, чтобы ЭК-порт телефона был направлен на ЭК-порт телевизора. Ну и вот, я нажал кнопку «Включить», и оно включается. Как вы видите, пульт, вот он лежит, я его не трогаю. И теперь прямо на телефоне жму меню. Открывается меню. Жму кнопки влево, влево. И оно двигается. Также вот можно громкость выключить. Сейчас вот оно появится. Вот выключилось, включилось. И снова включаем. Можно уменьшать громкость или увеличивать. Другими словами, работает. И это удобно. То есть, вам не нужно какое-то дополнительное устройство. Или особенно, когда в пульте серии батарейки, вам не нужно бежать за новыми. Вы можете просто достать телефон, из телефона управлять. Или если пульт далеко лежит, вам лень за ним идти. Просто достали телефон, открыли приложение, щелкнули и все. А особенно круто, когда вы пришли к кому-то в гости. Просто увидели модель телевизора. Ну, вернее, марку. Добавили себе пульт и просто раз так вот щелк и выключили. Как же удивиться хозяин телевизора, когда вдруг неожиданно выключится телевизор. Ну, это как бы такой прикол, но для него это будет такой момент, как будто бы телек сломался. Особенно, если он не знает, что на телефоне есть такая функция, как пульт. Тогда он реально испугается. Телевизор шел, работал вдруг резко раз и отключился. Особенно, если вы вот взяли, стрикнули. Ну, то есть, застали телефон, нажали кнопочку и спрятали. Он даже не поймет, что произошло. Вроде бы, вы сидите, ничего не делаете, а телевизор выключается. То есть, он даже и не подумает про вас. Подумает, что-то сломалось. Так что, он как бы немножко будет бегать и искать причину. А вы будете смеяться. Ну, лучше так не делать, конечно. А то, в итоге, потом, когда все выяснится, вы можете потерять своего друга. Он обидится на вас. Но, тем не менее, такой прикол возможен. Так что, такая вот штука удобная. Вы можете управлять своим телевизором с помощью телефона, что достаточно удобно. Ну, а на этом все. Всем пока!